Доброе утро. Хотелось бы благодарить организаторов и научный комитет за приглашение. Для меня большая честь присутствовать на данном семинаре. В своем семинаре я буду говорить о лечении ракопростательной железы с точки зрения радиационного онколога. Я сам из города Познань. Мы расположены между двумя столицами, между Берлином и Осло, и примерно 1400 километров от Санкт-Петербурга. У нас есть радиационный онкологический центр Польши, один из самых больших в нашей стране. Вот здесь вы видите изображение моего департамента рентгенографии. Вот это оборудование, которое мы располагаем. Это стандартные акселераторы с визуализацией, а здесь наверху вы видите особый акселератор, который работает с помощью роботов. Мы называем его кибернож, и это обычный томограф. Мы начали примерно 20 лет назад, начали лечить радиологическими методами рак простательной железы только в 96 году. Почему не раньше? Потому что у нас был доступ к двухмерной радиотерапии, и этот тип не подходил для наших пациентов с раком простаты. Что же изменилось за последние 20 лет? Я расскажу вам об эпидемиологическом состоянии, технологии радиоценной терапии. Наша доказательность и процессы и протоколы лечения рака простаты. Как вы все знаете, рак простаты — это один из самых часто встречающихся раков. Одна четверть всех раковых опухолей у мужчин — это рак предстательной железы, то есть, по сути, это номер один для мужчин. Второй по частоте — это рак легких. Здесь мы видим данные 2013 года Европейского союза. На него приходит 14 процентов. Колоректальный рак — на него приходится 13,5 процентов. Вы видите, что проблема здесь большая, и эти случаи будут оставаться таковыми в будущем. По частоте вы видите, что Польша занимает не очень высокое место, это достаточно близко к Российской Федерации. Если мы сравним их с Германией, с Чехией, с Австрией, с Великобританией, разница здесь достаточно большая. Я думаю, что, скорее всего, в ближайшем будущем количество заболеваемости повысится. Это означает, что совокупное количество пациентов с диагнозом рак предстательной железы повысится. Что произойдет, скорее всего, в ближайшие годы? В 2015 году мы продиагностировали порядка 13 тысяч новых случаев заболеваемости. Если я экстраполирую этот прогноз на ближайшие 10 лет, эта цифра может вырасти до 22 тысяч случаев, то есть фактически в два раза увеличится. Если мы возьмем мой регион, регион Познань, так называемый регион Большой Польши, в 65-м году мы диагностировали 895 пациентов с раком простаты. В 90-м году уже 2050, то есть в два раза больше. В 2010-м практически 4 тысячи, то есть еще в два раза больше. По нашим оценкам, в 2025 году эта цифра может составить уже 8 тысяч пациентов. То есть в настоящей цунами заболевания раком предстательной железы и не только в Польше, но и в других странах, где уровень заболеваемости не настолько высок. Давайте возьмем пациентов с раком предстательной железы, давайте посмотрим на возрастную разбивку. Что мы видим и что мы будем видеть в нашей ежедневной клинической практике? Это изменение возрастной группы. Даже если мы возьмем мужчин с 75-ти, даже 80-ти лет, если их физическое состояние, здоровье среднее, хорошее или даже великолепное, то есть их прогноз выживаемости 18, 14, 11 лет. То есть по сути это кандидаты на хирургическое вмешательство, то есть их риск заболевания достаточно высок. Именно поэтому радиологическое лечение может быть для них хорошим вариантом и потенциалы его эффективности достаточно высоки. Давайте посмотрим здесь на стадии заболевания. Мы наблюдаем, так сказать, миграцию стадий из высокого риска в средний риск, при том, как средний риск остается достаточно средним. В нашей клинической практике мы встречаем в основном пациентов с высоким и средним группами риска. Для этих пациентов качество жизни и выживаемость является самым важным фактором. Ну, естественно, наша самая важная цель – это повышение качества жизни и выживаемости пациентов в высокой группе риска. Здесь вы видите отрывок из ведущего журнала «Радиотерапия и онкология». Это ведущий европейский журнал «2016 год». Авторы оценивают эффективность использования различных методов для лечения рака пристаты. Я сегодня, как радиолог, буду уделять внимание именно этому методу. Вот видите, что на него приходится 58%, радикальная простатомия, на нее приходится 24%. Так что мы наблюдаем большую разницу. И это, между прочим, тот материал, который основан на рекомендации для данной популяции населения. Как много новых пациентов с таким раком в Европе получат лечение радиотерапией? Это тоже самое. Публикация того же журнала в 2016 году. Мы ожидаем повышения количества пациентов, которые будут лечиться радиологическими методами в 2025 году на 24%. Дальше мы видим лимфомы, рак шеи, груди, соответственно, 12-10%. Так что вы видите, что радиологическое сообщество будет испытывать повышенный интерес, свою пользу. И этот способ лечения будет повышаться в будущем, учитывая факторы старения населения и другие наличивающие методы лечения. Технология и дозы. Вы все знаете, насколько важно эффективно подобрать дозу облучения. Здесь мы видим очень элегантный эксперимент, который показывает следующее. Вот небольшая опухоль. Затем мы ее облучили 33 грэми, 42 грэми и 54 грэми. И внизу вы видите графическое представление в зависимости между эффектом и дозой. Вы видите, что для этой дозировки, даже достаточно большой дозировки, мы не наблюдаем серьезного онкологического эффекта, потому что мы до сих пор видим раковые клетки и можем ожидать рецидива. А вот с этой дозой мы наблюдаем очень серьезное повышение эффективности лечения, поэтому эскалация дозы, особенно в этом диапазоне, играет большую роль. До 1996 года в Польше, да я думаю, не только в Польше, а во многих других центрах, мы прибегали к малым дозам, порядка 60 грэм и очень старую технологию 2D. Почему мы использовали такие дозы? Представьте, что рак простаты, наша цель в диаметре имеет 4,2 сантиметра, и у нас есть 5-сантиметровый задел вокруг опухоли. То есть у нас получается примерно пол-литра тканей вокруг и очень высокую радиацию, соответственно, высокий уровень токсичности, именно поэтому мы были вынуждены снижать дозу. Насколько важна точность в облучении, в дозе облучения? Опять же, возьмем ту же самую опухоль, порядка 4 сантиметров. Если вы берете за край 9 миллиметров вокруг опухоли, то тогда вы получаете значение порядка 102 ЦС. Если вы понижаете это значение, то вы вынуждены очень сильно понижать ту дозу облучения, которая получает наша цель, то есть опухоль. Сейчас даже те дозы, которые мы говорим, это совершенно неприемлемые, заниженные дозы для технологии 2D, наш самый важный орган получает 55% всего лишь. Это недопустимо с точки зрения токсичности. И вот здесь одна треть предписанной дозы, которая идет в мишень, мы получаем, да, мы направляем 30 ГРЭЙ. 30% и, конечно, в некоторых случаях, да, это достаточно высокий уровень токсичный, а МРТ-техника может понизить эту дозировку до 18%. На этом слайде мы видим пример совершенствования уровня токсичности, когда мы используем технику АМРТ. Это данные, которые опубликованы в 2001 году в журнале по неврологии. Это техника АМРТ, которая была начата в США в 1996 году, и мы видим, что для 3D-техники уровень токсичности 82 – это приблизительно 15%. А если мы пользуемся техникой АМРТ, мы можем понизить этот уровень ниже 5%. Это существенное снижение. Но не только снижение токсичности важно. Мы также работаем и повышаем уровень дозы при лечении простаты. Это пример рандомизированного клинического исследования, которое показывает, что увеличение при лечении простаты лучше работает при биохимическом контроле. И каковы барьеры радиотерапии или прецизионной радиотерапии при раке простаты? Ну вот, вы знаете, это такая двигающая мишень простата, поэтому в различных направлениях происходит даже ротация. Это серьезная проблема в клинической ежедневной практике. Мы можем наблюдать интерфракционные движения. Например, состояние пациента с точки зрения нахождения мишени может быть даже разным во время различных сессий или перед сессиями по лечению. Поэтому мы видим, например, простаты и видим вот этот красный цикл. Вокруг нее мы видим разницу в положении мишени. И вот здесь показана ситуация, где некий объем простаты находится снаружи. Вот идет высокая доза. И мы знаем, что доза – это один из важных факторов. И в этой ситуации мы можем, конечно, и снижать. Есть и интерфракционные движения во время облучения. Вот, например, газы присутствуют в прямой кишке. Простата испытывает некий прессинг. Это стандартная ситуация во время одной сессии или в начальной сессии. И что происходит – высокая доза внутри красного цикла, некая часть простаты. И вот мы видим здесь высокая доза. Но, к сожалению, некий объем прямой кишки, очень важного органа в риске и регионы высокой дозы. Можно ожидать, что мишень не получит достаточной дозы радиоции. А прямая кишка получает слишком высокую дозу. Мы можем ожидать высокой токсичности и меньшую эффективность. А здесь мы видим некоторые очень хорошие примеры клинических данных МДАЦЦ. Это датское исследование, которое показывает, насколько важен этот вопрос. Это мы видим разницу в биохимическом контроле. И это даже в голландском исследовании было. Даже при высокой дозе мы можем не всю дозировку в мишень направить. Поэтому нужно использовать так называемую радиотерапию под контролем визуализации АМРТ, так называемую, АИГРТ. То есть АГРТ и АМРТ нам нужны. И это дает возможность избежать токсичности прямой кишки. Здесь мы видим ректальную токсичность, видим слева и видим разницу в показателях. А сейчас мы переходим к тому, что называется режим гипофракционирования, более высокие дозы при раке простаты. Иногда, например, нам нужно сокращать время лечения, делать все это более удобным, менее дорогостоящим. Мы видим сравнение стандартной АМРТ с АИГРТ, то есть радиотерапии под контролем визуализации. И здесь мы видим пример с кибер-ножом, техника кибер-найв при раке простаты. Посмотрите, идет вот такая возможность использовать технику кибер-нож. И что происходит с результатами? Здесь мы видим некоторые данные, которые были опубликованы в журнале радиотерапии и онкологии. Это американская группа. Для низкорисковой группы мы там рассматривались безрецидивный период выживания в течение пяти лет. И очень интересные данные. Что касается качества жизни, потому что качество жизни – это один из самых главных факторов, которые мы пытаемся оценить при брахиотерапии, радикальной терапии. Это может быть, допустим, лучше, чем мы используем брахиотерапию или ЭБРТ. Но у нас еще нет клинических исследований, которые бы сравнивали эти методы. То есть это все базируется на опыте, на перспективных, но не рандомизированных данных. Опять-таки сравнение качества жизни с, допустим, кибернож и хирургией. Это означает, что кибернож и качество жизни, вот, скажем, такой подход лучше, чем обычный хирургический подход, радиохирургический. И в Сан-Франциско в 2014 году была конференция Астро, которая была посвящена качеству жизни при раке простаты. Очень смешно. Сверху мы видим, написано, качество жизни после СБРТ. Вот ребята играют в гольф, и они ищут мячик, скорее всего, который там где-то в кустах завалялся. Эволюция радиотехнологий в нашем центре здесь показана. Как я уже сказала, мы начали с 3D-радиотерапии дозой 70 грей, и мы можем ожидать приблизительно 70% выживаемого. Затем с АМРТ и с сочетанием с подходом АМРТ и дозой 80 грей мы можем ожидать биохимических результатов более 80%. И затем мы к кибернажу перешли, и 400 пациентов у нас была пролечена. Очень большая группа. Что касается доказательной медицины, я хочу сказать, что здесь мы несколько разочарованы, потому что если мы смотрим на различные опухоли и их локализацию, мы видим, что у нас не хватает доказательной базы. Мы знаем, что существует пирамида доказательств. Наверху эта пирамида – это рандомизированные клинические исследования и метаанализы, а внизу – это реклама, это защита и так далее. Поэтому что у нас имеется? За последние два десятилетия мы знаем, что для низкого, промежуточного, высокого риска эскалации дозы очень важна. Это важный фактор, который совершенствует лечение. У нас есть такие данные. Но знаем, что мы оцениваем только дозы 70, 78, а у нас нет никаких данных по поводу более высоких доз. Поэтому нам необходимы такие клинические исследования. Также у нас есть данные, которые сравнивают радикальную и простатоктомию, которая дает преимущество с точки зрения выживания. Небольшие, но тем не менее. Это статически значимые результаты. Мы также знаем, что промежуточная высокая доза риска комбинирования АДТ и РТ в сравнении с радиотерапией одной транслируется в лучшую выживаемость. Мы также знаем, что добавление радиотерапии и АДТ – это лучше, чем андроген-депривационная терапия с группой с высоким и средним риском. Но у нас не хватает рандомитированных исследований для низкорисковых групп. И вот, например, радиотерапия, радикальная простатоктомия, радикальная по сравнению с прагиотерапией, по сравнению с протонами. Все это, конечно, требует дополнительного. Это все требует клинических исследований. В США, в Европе, я не знаю, они, кажется, начинают уже что-то. Мы также не знаем, что может произойти, если мы добавим эскалацию дозы и добавим андроген-депривационную терапию. Мы также не знаем, какой метод лучше – радиотерапия или радикальная простатоктомия. Вот здесь, опять-таки, нужны рандомизированные клинические исследования. Почему мы комбинируем гормонотерапию с радиотерапией? Вот в случае с раком простаты. АДТ вызывает ремоделирование восколяризации опухоли. Это антиангиогенные эффекты или факторы. АДТ также сокращает гипоксию в опухоли. Это важно. АДТ сокращает восстановление ДСБ. Таким образом, комбинированное лечение может иметь энергетический эффект. Также комбинированное лечение может сократить побочные эффекты радиотерапии. И в некоторых случаях дает возможность осуществлять радиотерапию в случае с очень крупными железами простаты. Здесь мы видим некие примеры, как адъювантная андоген-депрессионная терапия может сократить побочные эффекты. А вот эта доза в ректальную зону и в мочевой пузырь. Вот здесь радиотерапия, и после этого лечения мы видим существенное снижение дозы. И что касается промежуточного риска рака простаты, вот это было исследование в США, РТО-ДЖЕ-9408. Это цифры, значит, что это уже очень старое исследование. Только 4 месяца используется АДТ плюс радиотерапия, и мы уже видели в 50% улучшение выживаемости. Это не очень большая цифра, но если мы сравниваем с плюсами постоперационной терапии в раке груди, это тоже самый уровень, то есть стандарт лечения, то радиотерапия плюс, минус, я бы сказала, здесь, правда, минус в этом слайде не включен, но это плюс-минус 4-6 месяцев АДТ, потому что у нас нет данных для высоких доз радиотерапии. Возможно, высокодозная радиотерапия достаточно в таких случаях, но это зависит от клинической ситуации. Для выскока риска ракопростаты и таких пациентов мы знаем, что существует высокий риск локального рецидива, метастаз, в лимфоузлах. И у нас есть свидетельство, возгазательство по поводу этой группы пациентов. И вот это сравнение РТ плюс ничего, то есть радиотерапия и без андрогенно-депривационной терапии, а затем РТ плюс АДТ. Это старое клиническое исследование, которое показывает, что для высокорисковых групп общей выживаемости существенно улучшилось, когда мы использовали комбинированный подход 10-15% в зависимости от клинической стадии и от того, как долго мы использовали гормонную терапию. Опять-таки еще одно исследование Гарвардского университета, это австралийское исследование, и еще одна группа исследований, которая сравнивает краткосрочные АДТ с долгосрочные АДТ. И опять-таки мы можем видеть общую выживаемость, очень важную конечную точку в клинических исследованиях. В течение 5 лет 76% по сравнению с 71% при одной только радиотерапии. Но в течение 10 лет мы видим, что разница тут больше 47% при комбинированном лечении против 38% и только одной радиотерапии. И также в Европе известное ЭОРТС-исследование, мы видим 78-78% это общая выживаемость. Вот и группа Интенту-3, это очень низкая, только 5. Опять-таки мы проверяли, насколько существует возможность использовать краткосрочную АДТ-терапию 6 месяцев или 36 месяцев, и сравнивали более длительные АДТ, лучше, насколько было показано. Существует вот исследование ЭРТОК 9202, которое сравнивает АДТ в течение 4 месяцев и АДТ в течение 24 месяцев. Мы видим, что после длительного периода контроля наблюдения, 20 лет, мы все еще наблюдаем достаточно большое разделение с точки зрения кривой выживаемости при комбинированном подходе на длительном и на коротком отрезках. Это показывает, что такое лечение работает в течение многих лет, 20 лет. А что касается роли радиотерапии по отношению к АДТ? Здесь у нас есть исследования из Скандинавии, которые показывают, что добавление радиотерапии повышает, значительно повышает уровень выживаемости. Количество пролеченных пациентов было 10, то есть достаточно много. По Канаде и Великобритании у нас тоже было исследование, которое показывает то же самое. Оно было опубликовано в Анцете. Что касается руководящих процедур, люди, которые имеют возможность получать радиационную терапию, рекомендованным режимом является радиационная терапия плюс АДТ, или отсутствие АДТ, использование АДТ исключительно является неподходящим. Это важный посыл для нас, для онкологов и тоже для нейрологов, потому что именно таким образом нужно лечить пациентов. Что касается метастазов в лимфатических узлах, мы знаем, но не из ренобизированных исследований, что комбинированное лечение лучше, чем адевантная химиотерапия одна в отношении лимфоэктомии. Это те данные, которые мы получаем из США, поэтому нам нужно совмещать различные виды лечения. Что касается высокодозной терапии, у нас есть очень важные клинические исследования, представленные в 2014-2015 годах, которые свидетельствуют о том, что для группы высокого риска совмещение комбинированной терапии АДТ плюс радиационной терапии повышает общий уровень выжимаемости. То есть таким образом комбинированная терапия и здесь оказывается важной. Что касается постоперационной радиотерапии, вот наше исследование. Одно из США показывает, что такое лечение транслируется в повышение общей выживаемости, но все другие три исследования показывали, что эта выживаемость может быть повышена и биохимическими путями. Поэтому мы должны рассмотреть возможность включения постоперационной радиотерапии после простотоэктомии. Здесь у нас выживаемость менее 0,5, и вот различные подгруппы. Видите разные прогрессии заболеваний. Мы должны начинать и убедить нейрологов направлять пациентов к нам после радикального хирургического лечения. Здесь мы даже можем сказать, что этот порог 0,2, возможно, слишком высокий. Возможно, мы должны просить неврологов переводить пациентов к нам еще раньше. Что касается андрагодепривационной терапии в случаях рецидивов, у нас есть данные из исследования РТОК-9601, которые показывают, что это комбинированная терапия с антиандрогенами, то есть этими агентами на протяжении 24 месяцев, транслируется в повышение общей выживаемости. Но нам нужно подождать окончания других исследований для того, чтобы сделать итоговое заключение. Долгосрочная терапия АДТ в совмещении с рационной терапией повышает уровень выживаемости для пациентов высокого риста с раком простаты. Даже в случае эскалации дозы пациенты получают оптимальную выгоду в случае наличия удаленных метастазов. В случаях пациентов со средним и высоким риском простаты в гидрогенных группах, возможно, имеет смысл разделение этой группы на подгруппы, что произойдет за ближайшие десятилетия. Сейчас мы принимаем решение о возможности лечения в рамках мультидисциплинарного подхода, потому что у нас есть радиокальная простатомия, комбинированная терапия, радиотерапия, и непонятно, с чего начать. К сожалению, у нас недостаточно рандомизированных исследований на эту тему. Нам нужно больше материалов и публикаций в журналах для того, чтобы мы могли, радиологи, принимать осознанные решения, но и не только мы, другие онкологи и нейрологи. Как я вам уже говорил, проблема токсичности до сих пор остается очень важным фактором. И все эректильные дисфункции, проблемы с мочевым пузырем и так далее, остаются важными негативными последствиями радиотерапии. Хочу вам показать, наконец, исследование ПАСЭ, в котором в группе А совмещалась радиотерапия и терапия с киберножом, и техника СПБРТ в совмещении с радиотерапией. Результаты этого исследования будут опубликованы в 2025 году. Эта дата для нас будет очень важной. Посмотрите на другое исследование, ПРОТЕКТ, которое даже называют исследованием ВЕКО. Он сравнивает радикальную простатаэктомию с радиотерапией. Результаты этого исследования тоже будут иметь важное значение для нашего научного сообщества, потому что таким образом мы определим оптимальный метод лечения таких пациентов. Также очень важным фактором при эскалации дозы является так называемое доминантное интерпростатное новообразование. Это, возможно, самая агрессивная часть опухоли. Возможно, нам нужно повышать дозу именно в эту область даже при условии повышения токсичности, потому что эта область особенно важна. Последние пару слов об олигометастазном заболевании. Эта тема очень интересная. Ее в клиническую практику ввели Хельман и Вайсельбаум в 1995 году. Они описывают ситуации, когда у пациента есть удаленное заболевание в некотором большом количестве регионов больше, чем 5. 5 – это порог. И первичное заболевание таким образом может быть контролируемо на расстоянии. Почему это так важно для пациентов с раком председательной железы? Мы постоянно говорим о локализации опухоли и о метастазах. Сейчас, возможно, нам нужно поделить заболевание на подгруппы М1 олигометастазы по сравнению с полиметастазами или с диффузной формой заболевания. Здесь вы видите разницу в кривых выживаниях для больных с олигометастазами и полиметастазами. Возможно, мы окажемся в ситуации, когда в случае с олигометастазическим заболеванием мы можем прекратить лечение пациента в принципе и перейти на полиметастатическую стадию. Это очень интересная тема. В 2012 году в журнале медицине Великобритании появилась статья, в которой описывалась пациентка с меланомой. После хирургического вмешательства ее лечили эпилемумабом. Вы знаете этот новый агент. У нее появились метастазы. Она хорошо реагировала на лечение, но, к сожалению, у нее появились очаги боли, и ее направили на палеотивное лечение СБРТ. И эта опухоль у нее располагалась близко к позвоночнику. Что же произошло после лечения? Эти удаленные метастазы прошли. Мы называем это абскопальным ответом. Какова же роль радиотерапии в этой ситуации олигометастазов? Возможно, радиотерапия повышает презентацию антигенов и активизирует дендрические клетки. Здесь мы можем видеть приклинические сведения о результатах исследований по АСИТИЛА4. В 2014 году в США были начаны большие жадебезервные клинические исследования, которые сравнивали анти-СИТИЛА4 плюс радиотерапию по сравнению с плацебо. Для пациентов с метастатическим заболеванием, с метастазами в кости до 5 МЭДС. Это в соответствии с классификацией олигометастатических заболеваний с дозой 8 ГРЭЙ. И потом пациенты получали эпилемум БАП в одной группе, во второй плацебо. Стандартным лечением рака простатита не является эпилемум БАП. А вот другое исследование для пациентов М1 с рандомизацией. Они получали поддерживающее лечение плюс радиотерапию или, возможно, хирургическое лечение по сравнению с только поддерживающим лечением. Вот еще одно исследование из США. Здесь мы видим ситуацию, когда у нас появляются новые пациенты с удаленными метастазами. Они получают облучение в области простаты, а не в области удаленных метастаз. Вот интересное исследование из Европы. Стампид называется. Рандомизированное исследование. Пациенты группы М1 с только что поставленным диагнозом метастазическое заболевание получали агентинную терапию и сравнивали с агентинной терапией плюс радиотерапией простаты. Что очень важно здесь понимать? Уровень специфичности и чувствительности диагноза. Когда вы действительно пытаетесь выявить олигометастатическое заболевание, вы должны прибегать к максимальному уровню визуализации, который, в принципе, возможен в вашей больнице. Вы видите, пациенты те же, но количество метастатических заболеваний, которые можно выявить таким образом, существенно отличается. Олигометастические заболевания зависят от развития новых технологий. Сейчас у нас есть хорошие возможности по визуализации олигометастазов, поэтому если вам нужно, если вы хотите пойти на шаг дальше, вам нужно иметь лучшие инструменты диагностики. Олигометастазы не равны системному метастатическому раку. Олигометастазы могут быть извлечены для того, чтобы предотвратить системную прогрессию заболевания. И, наконец, итоговое заключение, заключительное моей презентации. Ослеживание целей адаптации лечения в реальном времени благодаря МРТ и другим системам визуализации, простаты и нормальных тканей вокруг опухоли может пойти на пользу лечению таких пациентов. Что касается биологии, фокальная радиотерапия или более агрессивная, так называемая, бустовая терапия по сравнению с фокальной радиотерапией может быть лучшим решением. Прогностические и предсказательные тесты, которые позволяют персонализировать радиотерапию, это тоже следующий шаг в развитии наших технологий. Как и комбинированная терапия, новые классы гормонных агентов и иммунотерапия также являются следующим шагом в развитии нашей науки, который может дать хорошие результаты. Благодарю вас!